14 октября прошли праздничные мероприятия «А у нас во дворе». По случаю завершения этапа реализации проекта «Городская среда» по улице Ивана Сусанина, дом 16 и улице Республиканская, дом 3. Проект направлен на благоустройство дворовых территорий, многоквартирных домов и территорий общественного назначения и предусматривает обеспечение общественного контроля качества ремонтных работ. Жители, чьи дворы преобразились, с энтузиазмом поддержали и проведенные работы, и инициативу администрации отпраздновать окончание благоустройства. Были накрыты столы и организовано чаепитие. Сегодня у нас идет приемка уже жителями торжественного благоустройства двора по Республиканской территории. Мероприятие организовано совместно с жителями. По данному двору все работы приняты в полном объеме. Все было сделано в срок, даже раньше срока. Претензий к качеству не было. Сегодня у нас проходят мероприятия. Уже прошло мероприятие по Иванову Санину 16 и по Республиканской 3. Еще один двор у нас сейчас пока в работе, но планируем и там так же провести. А сроки проведения работ по полетариату 39? Там окончание контракта 31 октября. То есть там все успевают и сейчас подрядчик уже планирует приступить в конце следующей недели к асфальтированию. То есть мы в сроки уложимся. Добрый день, уважаемые жители. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня действительно у нас праздник, потому что свершилось то, о чем мы мечтали несколько лет подряд. Нашему дому исполнится 50 лет и наша дворовая территория была в неприглядном состоянии. Поэтому мы рады, что попали в эту программу. Рады, что у нас в стране проходит такая программа. И рады то, что в самом городе в этом году три дворовые территории будут благоустроены. И в том числе это наш двор. Я думаю, что благодаря стараниям строителей, благодаря стараниям администрации, которая постоянно проводила контроль вместе с нами за качеством работы, мы думаем, что наш тротуар, наше дворовое покрытие будет сохраняться долго и долго. Мы приложим все для того, чтобы сохранить красивую... Во-первых, еще немножко благоустроить и потом сохранить эту красивую территорию. И передать это молодому поколению, нашим детям, нашим внукам, чтобы они бережно относились ко всему, что их окружает. В том числе и того, где мы находимся, где проводим свое время. В празднике, который был подготовлен силами артистов и коллективов социально-культурного центра «Луч», приняли участие первый заместитель главы администрации Алексей Ягодин, депутат Думы городского округа «Город Буй» Роман Косарев, начальник отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева, представители администрации и подрядных организаций, председатели Совета многоквартирных домов, а также жители двух домов, которые приняли самое активное участие в решении вопроса по благоустройству своих дворов. Только благодаря их активной гражданской позиции дворовая территория попала в программу. На следующий год у нас планируется благоустройство также общественной территории, также по результатам голосования это будет Аллея Победы. Ну и кроме этого будут также благоустраиваться дворы, ориентировочно около пяти дворов. В следующем году мы постараемся благоустроить. У вас проделана большая работа, основные работы выполнены. Хотелось бы пожелать вам, чтобы вы сохраняли это, ну и в дальнейшем, значит, также дальше занимались благоустройством своих дворов. Всем счастья, здоровья, с праздником вас! Большое спасибо нашим жителям, потому что они в основном отзывчивые, на любую просьбу откликаются мгновенно, и много сделано. Я бы очень хотела поблагодарить самые активные у нас. Это жители живут в шестом подъезде. Прямо молодцы! По фамилиям мы будем называть, когда у нас будет праздник, юбилей дома. Там мы о каждом расскажем, потому что мы начали уже собирать историю жильцов. В каждом подъезде у нас есть жители, которые 50 лет живут уже в этом доме. Поэтому низкий поклон им за то, что они сохраняют этот дом, берегут его, передают традиции и помогают в благоустройстве. Если бы не Евгений Николаевич, у нас бы не было, мы бы не могли отремонтировать вот эти наши спортивные сооружения, которые сделали своими руками. Если бы не наш депутат Роман Валентинович, который нам помогает постоянно, на все просьбы откликаются, мы тоже ему говорим огромное спасибо. Ну и я надеюсь, что мы двор приведем хорошую, красивую, красивую территорию. Для всех присутствующих жителей двора и гостей был организован концерт, игры с детьми, мастер-классы по созданию осенних букетов. Комплексное благоустройство территории включает в себя разнообразные виды работ. От уборки и вывоза строительного мусора, озеленения и формирования пешеходных дорожек, до таких мер по инженерному благоустройству территории, как водоотведение, строительство автостоянок, детских площадок для игр, а также объектов, которые часто называют малыми архитектурными формами. Чтобы у нас было здесь воспитание красотой, красотой, чтобы наши дети могли восхищаться и беречь то, что создали взрослые. С праздником вас, дорогие друзья! Я желаю вам, чтобы сегодня у вас было праздничное настроение. Я благодарю работников отдела культуры, которые помогут нам создать это праздничное настроение своими выступлениями. Они тоже отзывчивые люди, на любую просьбу откликаются всегда. Основными элементами благоустройства придомовой территории, как одного из видов деятельности по благоустройству жилых территорий, является обеспечение функционирования внутриквартальных проездов и разворотных площадок для автомашин, гостевых автостоянок для кратковременной парковки, детских площадок и игровых комплексов, площадок для тихого отдыха с полосами зеленых насаждений, хозяйственных площадок, пешеходных дорожек. Сделана только часть работ, которые запланированы были, когда мы участвовали в благоустройстве дворовой территории. Здесь у нас нужно еще облагородить детскую площадку, делать типа такого небольшого ограждения, сделать определенные посадки, навести порядок, вот там, где вешала у нас еще не очень-то хорошо. Так что работы предстоит очень много, но это все будем своими силами делать. То есть это уже будут силы дома задействовать жителей? Да, силы дома, да-да-да. И мы уже, у нас мы проводили собрание свое, жителей дома, на котором вынесли решение, чтобы снять определенную сумму денег, выделить содержание дома на благоустройство, для строительства и для ремонта спортивных сооружений для детей, для озеленения. Так что мы берем денежки с содержания дома. Ну вот а сами жители, они с пониманием относятся к этому? Они легко идут на такое? По крайней мере у нас про это голосует большинство, можно сказать почти 90%. Вот когда мы наводили порядок, здесь у нас спил деревья, да, вот два человека только сказали, что жалко. Но когда мы сделали и убрали то, что нам мешало, а потом отремонтировали еще эти трубы, то все поняли, что это нужно. Люди с пониманием относятся, потому что мы на каждом собрании, мы с этого в начале года определяем, какой вид работ нам нужно сделать, какие есть у нас средства, и что для этого надо запланировать. Поэтому мы для ремонта очень много уже сделали в доме, и сколько там, 49 лет вообще никто не занимался вентиляцией. Мы полностью ее навели порядок с вентиляционными трубами, заменили, прочистили все, чтобы не было загазованности. Отмостки сделали, осушили подвал, который у нас десятилетиями в подвале стояла вода, а в квартирах третьего подъезда была сырость. Сейчас там сухо у нас, мы его отремонтировали, побелили все, поставили насос, и насос в свое время выкачивает воду, и, по крайней мере, в квартирах уже сухо и чисто. Теперь наша задача добиться того, чтобы автолюбители соблюдали правила дорожного движения, что сквозного проезда здесь не должно быть, это раз. Во-вторых, если будут ездить грузовые машины и все, это же портится асфальт, а это же двор, когда мы бросили здесь эти скамеечки. Так, мы решили, что для того, чтобы поддерживать это, на будущее сразу мы собрали определенную сумму денег, вот, чтобы нас можно было подновлять и все. И у нас еще есть задумки другие. Вот тут навести марафет, чтобы у нас было красиво. Приходите к нам в мае, у нас будет по-другому. Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы объединить людей, живущих по соседству друг с другом, для совместной реализации различных проектов на благо жителей. Праздник «А у нас во дворе» подарил всем жителям, несмотря на холодную погоду, много теплых эмоций. В целях и дальнейшей реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды подготовлен проект муниципальной программы до 2022 года, с которым жители города могут ознакомиться на официальном сайте городского округа «Город Бой». Наша теперь задача, задача привлечь молодых, молодых, чтобы они брали пример, брали пример и вот поддерживали все это и были инициатором. Ну а с детьми у меня хорошо работают Ольга, Ольга Сергеевна, вот Наташа Турковская, вот они тут организуют. Так, внимание, поехали! Покрасить там что-то, вот особенно по покраске, это говорят, они у меня молодцы, беспрекосновные. Чувствуют, что если людям интересно, видят, что какой-то уже результат есть, да, есть результат, поэтому они уже чувствуют, что надо поддерживать это все и что-то новое делать. На сегодняшний день у нас программа утверждается о формировании городской среды на 2018-2022 год. Пока в эту программу входят у нас оставшиеся 11 дворов, которые были заявлены весной этого года и прошли конкурсный отбор. В дальнейшем при наличии финансирования, я думаю, что мы будем устраивать новые конкурсы и об этом будет отдельно сказано гражданам. Продолжение следует...